Малину любят все, но немногие знают, как за ней правильно ухаживать. Основное упущение – это то, что люди бросают малиновые кусты на произвол судьбы после окончания плодоношения. А куст в это время страдает и нуждается в подкормке. На побеге, урожай и ягоды куст потратил все силы, и задачу дачника – их восстановить. Осенью обязательно нужно подкормить малинку. Это поможет восполнить дефицит полезных микроэлементов, восстановить силы и улучшить работу иммунной системы. Осенние подкормки помогут побегам вызрать и дать хороший урожай в следующем году. Прежде всего, надо удалить все старые побеги и вырезать лишние, слабые и больные. Затем проводим подкормку куста. Нам потребуются только калийные и фосфорные удобрения, не азотные. Из калийных подкормок самый популярный будет сульфат калия. Он отлично растворяется в воде, поэтому на ведро воды добавляем 40 г вещества, размешиваем и поливаем по литру на каждый квадратный метр участка по влажной почве. Из фосфорных удобрений отлично подойдет суперфосфат. Он плохо растворяется в воде, поэтому его надо вносить только в сухом виде. Когда кустик ухожен, обрезан и почва разрыхлена, нужно полить его. Когда вода впитается и земля станет влажной, надо ее разрыхлить и просыпать по 20 г суперфосфата под каждый куст малины. Если же она растет грядками, то распределяем примерно по 30 г удобрения на каждый квадрат посадок. Затем разравниваем и заделываем в почву на пару сантиметров. Также очень хорошей подкормкой будет древесная зола. Это комплексная подкормка, в которой содержится очень много полезных микроэлементов, но особенно калия и фосфора. После ухода и обрезки под каждый куст рассыпаем по 1-1,5 стакана древесной золы в сухом виде, после чего немного рыхлим почву и заделываем удобрения.